Ну, влияние серьезное, тяжелое и негативное, естественно. И самое точное, я ожидаю, что влияние негативное не только по Грузии, но по всему миру, можно сказать. Но я считаю, что вдобавок вот этого негативного влияния от объективных причин сопутствующих коронавирусов, я считаю, что Грузийская правительство тоже много неправильного сделало и усугубило этот кризис. По-моему, когда можно было меньше каких-то ограничений и не закрывать экономику полностью весной, например, тогда почему-то Грузийская правительство решило очень кардинальные меры использовать и закрыло всю экономику. И от этого мы сейчас страдаем больше, чем мы могли бы страдать в других сценариях. И 10-20 инфицированных в день ограничили все и вся, закрыли всю экономику. И это, конечно, за это попьяло. И нажим на ларе, и резкое падение экономики. А сейчас у них даже дилемма, что сейчас, конечно, количество инфицированных в день уничтожилось резко. Я думаю, что сейчас было почти 2000 новых инфицированных. Я не знаю, что сегодняшнее число, но там почти 2000, да. И сейчас правительство у них дилемма, потому что не могут оправдать то, что сейчас не закрывается экономика. И это на самом деле правильно. Слава богу, что сейчас не закрывают экономику. Если еще сейчас закрыли полностью экономику, вообще люди остались без каких-нибудь доходов. Так что тогдашнее какое-то непонятное иррациональное решение закрыть экономику, сейчас это бьет по нас. Тогда, по-моему, они подумали, что чуть ли не победили вирус. Что наивно. Вирус вот так не победил, что вирус передается. И в чем мы сейчас убеждаемся. Так что, на самом деле, закрывай, не закрывай, в разные страны, разные модели следуют. И везде похожая ситуация. Там другие факторы больше влияют, чем строгость ограничительных мер. Например, в Швеции почти ничего не закрыло. И у них такая же, даже лучше ситуация, чем, например, у Англии, которая все закрыла. Так что, по-моему, мы должны привыкать к тому, что вирус будет здесь, и с вирусом нужно жить. И нужно просто охранять наших людей, у которых хронические заболевания, у которых возраст такой рискованный, за 70, их нужно охранять. А экономику нужно открывать. А из-за того, что этого не было, сейчас в Арии, они же так еле-еле держатся. И это просто за счет того, что Национальный банк тратит 40 миллионов долларов в неделю, каждую неделю, я не знаю, последние 7-8 недель. Это большие деньги. Продолжение следует...